Социологи из Центра София представили сегодня результаты исследований общественных настроений и электоральных, и в связи с войной на Донбассе. Давайте начнем с первого. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье при существующем политическом раскладе, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом. На первом месте Юлия Тимошенко с результатом около 16%. На втором Петр Порошенко с результатом около 10%. Юрий Бойко почти 9%. А вот если бы расклад все-таки изменился, и Юрий Бойко участвовал в выборах в качестве единого кандидата от оппозиции, его результат оказался бы выше 14%. И это второе место после Юлии Тимошенко с 15% голосов. Вот по военной тематике ответы опрошенных распределились следующим образом. Большинство, это свыше 60% людей, принявших участие в опросе, отвергают силовой вариант освобождения оккупированных территорий. Половина допускает возможность уступок на переговорах. Особенно большой поддержкой людей пользуется идея размещения миротворцев на всей оккупированной территории. Ее одобряют почти 65% участников опроса. Существенной можно назвать и поддержку минских договоренностей. Только 27% одобряют идею отказа от Минска. Так и не развено серьезная политическая дискуссия и предвыборная дискуссия, связанная с новыми подходами к обеспечению мира и восстановлению социальной и территориальной целостности Украины. Еще весной большинство социологов и политологов подчеркивали, что тема мира является темой номер один в плане ожиданий и требований граждан. И от политических сил их кандидатов, естественно, ожидалось готовность и представление каких-то новых визий, подходов к тому, как, собственно, обеспечить мир.